Самоизоляция в эти дни стала обязательной для тысяч людей по всему миру. Наш бывший коллега сейчас находится в Америке. Он рассказал, как сейчас складывается ситуация в Соединенных Штатах. Третий день наблюдения, плюс 17 тысяч, четвертый. Сейчас мы побили рекорд китайский по количеству заболевших. Это, конечно, ужасно. Люди напуганы, люди сидят дома. Многие сотрудников крупных компаний и государственные служащие, многие переведены на дистанционный режим работы. Работают из дома, раз в неделю приезжают в офис и опять домой. Сколько это продлится, совершенно непонятно. Дети тоже учатся, условно, можно сказать, учатся дистанционно. Я так предполагаю, что карантин продлится точно до осени, потому что уже разрабатывается платформа для онлайн-обучения школьников.